Здравствуйте! В эфире новости на Саха-24 в студии Юлия Великодная. Свыше 150 тысяч тонн груза уже доставили в северные и арктические районы Якутии. Это 24% от запланированного на текущий сезон объема. Показатель в два раза превышает количество груза, завезенного в аналогичный период прошлого года. Тогда из-за погодных условий возникли проблемы с обустройством зимних дорог. О ситуации в этом году расскажет Дмитрий Тымыров. Работа без остановок и выходных. Все автозимники республики работают бесперебойно. Чтобы обеспечить самое главное – своевременную доставку грузов. Надо отметить, что в период новогодних и праздничных дней у нас все поставщики топливно-энергетических ресурсов уже начали отгрузку. То есть 2-го, 3-го, 4-го и по сей день у нас перевозки не прекращались фактически. Два раза меньше грузов было завезено в прошлом году за такой же период. Причина – аномальная теплая зима. В этом году температура в целом в норме. Но колымо-эндигирская группа улусов находится под воздействием циклона. Ситуация не критическая. Тем не менее, дорожные службы стараются обеспечить открытие всех автозимников согласно срокам. Опоздание от графика открытия происходит в основном из-за тонкого льда и от теплой погоды. За последние два года вот такая тенденция уже имеет место быть. В большинстве районов запасов топлива хватит до 1 марта. Поэтому перевозки идут по плану. В ближайшее время в ряде районов обещают увеличить тоннаж. Если так брать по республике, то плановые сроки у нас открытия и происходят. До Юнхая мы уже открылись. До Батагая от Тополиного тоже есть автозимник. До Депутатского есть автозимник. С Белой горы до Хану у нас открыт. Правда, с ограничениями тоже будем увеличивать грузоподъемность. В целом пробивка и трассировка автозимников, а также доставка грузов идет в установленные сроки. В северных и арктических районах дорожники работают в усиленном режиме, чтобы успеть к сроку. Дмитрий Томыров, Георгий Григорьев, НВК СХ, Якутск. С 1 января в Якутии увеличился размер страховой пенсии почти до 4%. Очередная индексация коснулась неработающих граждан, которые являются получателями страховых выплат. Уже с первых чисел января они получают повышенную пенсию. С нововведениями этого года ознакомились наши коллеги. Работники пенсионного фонда говорят, работу проделали немалую. Для перерасчета пенсии еще в декабре прошлого года составили все списки получателей. В конце года в декабре у нас прошел массовый перерасчет. Подготовка с 1 января 2018 года. Индексация размера фиксированной выплаты на 3,7%. А также изменение коэффициента индивидуального пенсионного коэффициента. Стоимость балла, которая у нас поменялась на 81 рубль 49 копеек. С 1 января прибавка коснулась всех видов страховых пенсий. По старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Увеличенную страховую пенсию будут получать только неработающие пенсионеры. А вот работающим будут считать без индексации. Всего в Мирненском районе прибавку получат более 11 тысяч человек. В Мирненном размер фиксированной выплаты с учетом коэффициента 1,7% составит 8 470 рублей. В поселке Айхалый городе удачном у нас получается с районным коэффициентом 2,0% составило 9 965 рублей 80 копеек. То есть в среднем полный размер пенсии увеличился по Мирненскому району на 916 рублей 12 копеек. По словам специалистов пенсионного фонда в 2018 году очередная индексация произойдет в апреле. Размер выплат повысят как работающим, так и неработающим пенсионерам на 4,1%. Иванна Филиппов, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Предприятия золотодобывающей отрасли Алданского района в прошлом году добыли более 11,5 тонн золота. Этого не хватило, чтобы выполнить плановые обязательства в 12 тонн. Однако рост производства в 2017 составил 109% по отношению к 2016 году. Полюс Алдан, так теперь называется, первенец золотодобывающей промышленности республики, горнорудная компания «Алдан Золото». Ребрендинг произошел в конце прошлого года по инициативе головной компании «Полюс». Таким образом, российский золотодобывающий гигант привел в соответствие с корпоративной политикой все свои бизнес-единицы. На работе алданских горняков это не отразилось. Как и прогнозировалось, план по извлечению золота в 2017 году перевыполнили на 208 килограммов, добыв по году 5 тонн 344 килограмма металла. Это хороший результат, который был в свое время достигнут в 1993 году, когда предприятие Алдан Золото еще работало стабильно и ровно. Честно говоря, горжусь теми результатами, которые сегодня достигнуты компанией. Выходим на достаточно большой объем переработки руды. В следующий год в плане заложено 5 миллионов. Роста производственных показателей добился и Селегдар. Динамично развивающийся холдинг добыл 4,6 тонны золота. Прирост составил 300 килограммов металла, на что повлиял запуск золотоизвлекательной фабрики горнообогатительного комбината «Рябиновый» летом прошлого года. Уже тогда были озвучены планы Селегдара на 2018 год, которые очень амбициозны. Мы наметили планы на следующий год. В принципе, мы наметили дальнейший рост до 6 тонн золота. В целом, за 2017 год золото добывающие предприятия Алданского района добыли более 11,5 тонн драгоценного металла. Этого не хватило до планов Минпрома Республики. Однако, отмечен существенный рост производства в отрасли, который составил 9%. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Залиин, НВК Сахам, Алдан. Местные кадры в промышленность. В реализации данного проекта продолжают заниматься в Комитете занятости населения. В прошлом году в проекте участвовало 5 промышленных компаний. Сегодня в них трудоустроены более 2000 человек. В основном востребованы профессии среднего звена. Это водители белазов, бульдозеристы, грохотовщики и такие специальности, в которых нуждаются угольные и золотодобывающие компании. В целом, по программе планируют трудоустроить в промышленную сферу не менее 10 тысяч якутян до 2019 года включительно. Из них 5000 – это молодежь и не менее 1000 – жители сельских поселений. В конце января планируется совещание с участием глав муниципальных образований Вилюйской группы Улусов и Центра занятости по привлечению местных кадров в промышленность. Проект «Местный кадр промышленности» реализуется с прошлого года. В этом году у нас плана увеличить охват предприятий, компаний промышленных. Это у нас будет около порядка 20 предприятий. В течение трех лет, в 2017, 2018, 2019 годы планируется трудоустроить 10 тысяч человек. Из них 5000 – это молодежь и не менее 1000 человек – это жители сельских поселений. Ликвидировали вторую смену в Ленской школе номер один. Чтобы разместить учеников по кабинетам, потребовалось перепланировать здание. Это заняло более полугода. Ремонт обошелся образовательному учреждению в 14 миллионов рублей. Подробности у наших коллег. Новое полугодие у всех учеников первой школы началось с первой смены. Теперь у ребят появилось больше свободного времени на занятия дополнительным образованием. Я буду успевать всегда и делать уроки. У меня еще время останется, чтобы я позанимался какими-то делами дополнительными. Я рада, что я буду учиться с первой смены и у меня останется много времени. В федеральную программу по переходу на обучение в одну смену школа попала в начале прошлого года. Сразу же на капитальный ремонт здания из республиканского бюджета было выделено 14 миллионов рублей. 22 миллиона из районного. За счет этих средств была проведена реконструкция старого помещения под классы и сделан ремонт по всей школе. После кровли мы приступили к ремонту канализации. Сделав канализацию, мы приступили менять батареи в школе. После батарей мы приступили к перепланировке. Был перепланирован дошкольный блок. Здесь появилось 8 дополнительных классов. Отремонтированы кабинеты и коридоры, установлены новые двери и окна. Мы как раз попали в этот эксперимент. Одна из школ. Почему? Потому что в старом здании, где у нас была дошкольная группа, ее закрыли. У нас сразу освобождалось два кабинета. И посмотрев в Якутске, что можно в широких коридорах сделать кабинеты из стеклопакетов, это было, конечно, предложение. Благодаря такому решению удалось увеличить число учебных мест, используя площадь коридора. В новых кабинетах будут получать знания 136 учеников. До сегодняшнего дня во второй смене оставались только вторые и третьи классы. Сегодня в Ленске на обучение в первую смену, помимо первой школы, перешли пятая и вторая основная школа. Это с пятого по одиннадцатый классы. Перевести оставшиеся образовательные учреждения на обучение в одну смену удастся только со строительством новой школы на 990 мест, которую планируют начать в следующем году. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Сахар, Ленск. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. Ежедневно ведомства выявляют нарушения закона. Большинство из них трудовые и жилищные. О работе Нерюнгринской прокуратуры в следующем сюжете. Должность строительной компании общества с ограниченной ответственностью строит рест перед более чем 30 работниками составила свыше миллиона рублей. Нами был принят исчерпывающий комплекс перомер прокурорского реагирования для погашения задолженности по заработной плате, однако сперва должных мер он не принял. В ходе проверки было установлено, что учредителем и руководителем указанного предприятия, который знал о наличии этой задолженности и знал о наличии судебных решений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, принял все меры по выводу основных средств предприятия на другое предприятие. Материалы общенадзорной проверки по факту невыплаты заработной платой были переданы прокуратурой в следственный отдел по городу Нерюнгре. По результатам их рассмотрения, следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью строит рест. В настоящее время проводятся следственные оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаем всех потерпевших по этому уголовному делу, ну и принимаем меры к окончанию этого расследования, возмещению ущерба в обязательном порядке и направлению дела в суд. В целом к своему профессиональному празднику прокуратура города Нерюнгре подошла с положительными показателями. За 2017 год прокуратурой выявлено более 3,5 тысяч нарушений закона. Большинство из них социально ориентированные, трудовые, жилищные и иные права граждан. Повышены показатели в сфере противодействия коррупции. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, НВК Саха, Нерюнгре. На чемпионате Белоруссии по вольной борьбе в Минске наши легионеры Владислав Андреев, Нюргун Скрябин и Андрей Бекренев ведут борьбу за путевки на Евро-2018. В весовой категории до 57 килограммов Андреев и Бекренев одержали победу. И в следующем круге спортсмены встретятся между собой. А Нюргун Скрябин дебютирует на чемпионате Белоруссии в весовой категории до 61 килограмма. В первом круге он встретился с 20-летним Ильей Матиасом. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ